Бремя страховых взносов, сложные земельные вопросы, серьезные административные барьеры. О том, что мешает развиваться бизнесу на площадке торгово-промышленной палаты, обсуждали предприниматели и бизнес омбудсмен Чуваший Владимир Иванов. На встрече с уполномоченным буквально каждому предпринимателю есть что сказать и на что пожаловаться. Большинство из них на практике нередко сталкивалось с проблемами. Набор трудностей, увы, традиционный. К примеру, предприниматели не могут автоматически продлить договор аренды земли под нестационарными объектами. Эта проблема не нова и встречается в каждом регионе, комментирует бизнес омбудсмен. Как сейчас получается, предприниматель, который 10 лет проработал на этом земельном участке, он фактически не может смотреть уверенно в будущее по той причине, что муниципалитет в любой момент может не продлить этот договор аренды. По сути, к такой практике принуждает закон. Хотели как лучше обеспечить равные условия абсолютно всем предпринимателям. Для этого муниципалитет и обязан проводить торги. Но получилось, как всегда. В итоге предпринимательская активность на деле снижается, а планировать бизнес надолго не приходится. Вопросы возникают как к законодателям, так и к исполнителям. Сыпятся они в адрес налоговой службы. Существует группа компаний, которые работают по принципу. Одна компания ведет торговлю, работает на обычной схеме налогообложения. 30% НДС платит, 30% вот эти все фонды. А другая компания обеспечивает деятельность этой компанией производственной точки зрения. Выполняет производственные заказы. Работает на упрощенке и платит, НДС не платит, и платит 20% фонды. Естественно, эти компании между собой связаны. Это, как говорится, доказывать нечего, любой придет и увидит. Само по себе все нормально. Но нас начинают объединять и говорят, а вот вместе вы схему создали. И вы уходите от налогов. На практике много примеров, когда из-за решений должностных лиц предпринимателей несут убытки. Обращения оседают в кабинетах чиновников. А ответов приходится ждать порой годами. Равную ответственность должны нести все, так, чтобы впредь неповадно было. Настаивают собравшиеся. Еще одна тема на злобу дня – ставка страховых взносов, поднявшаяся с прошлого года. Рост платежей фонды уже сказался на ситуации в экономике. В 2006-2007 году все замечали, что значительная часть экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства, вышли в белую сферу. Но после того, как в два раза изменились эти страховые платежи, с фонда оплаты труда, я обращу внимание, с фонда оплаты труда, не лично, который предприниматель платит, то большинство предпринимателей вынуждены были уйти в тень для того, чтобы сохранить свой бизнес. В живом общении предприниматели делятся опытом, а озвученные в Торгово-промышленной палате предложения с законодательной инициативой включат в один документ, который ляжет на стол главного бизнес-омбудсмена страны Бориса Титова и войдет в его обширный доклад. Отчет, где каждому региону собираются уделить особое внимание, российские уполномоченные потом представят публично. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика.